всем привет меня зовут алексей я являюсь бренд-менеджером продукции фонстар в компании dealer center ttt group тема нашего сегодняшнего обзора усилитель мощности фонстар prox 120 z которая является представителем целой линейки усилителей prox которая начинается от 15 ватт и заканчивается на двух представителях этой линейки по 240 ватт отличаются они тем что в каких-то усилителях есть media player встроенный каких-то его нет какие-то из них однозонные какие-то многозонные наш сегодняшний гость является трехзонным вариантом и по индексу мы можем понять что его мощность по rms 120 ватт эта мощность динамическая она распределяется между зонами она может выходить как на одну зону так и на несколько об этом мы поговорим чуть позже давайте рассмотрим его чуть чуть поближе на лицевой панели усилителя мы видим кнопку включения питания с индикатором видим жидкокристаллическое табло с информацией дальше мы видим кнопки управления встроенным медиаплеером который может воспроизводить музыку из разных источников это может быть юсби флешкарта это может быть аудио вход один из представленных на задней панели мы их дальше рассмотрим с вами и также он воспринимает сигнал по bluetooth кнопкой могут мы можем выбрать режим работы кроме плеера тут еще и встроенная радио но поскольку у нас не вставлена флешка мы есть только два варианта выбора это bluetooth и fm-радио кнопками влево и вправо при длительном нажатии мы можем регулировать громкость самого плеера при коротком нажатии в режиме плеера он будет менять очередность трека либо вперед либо назад в режиме радио он изменяет частоту середине мы видим кнопку воспроизведения и паузы при коротком нажатии это будет пауза или воспроизведения в режиме длительного нажатия он делает автоматическую настройку всех радиоканалов у которых устойчивый сигнал но поскольку у нас антенна не подключена просто пока не может этого сделать первая кнопка эта кнопка повтора при кратковременном нажатии она воспроизводит последний трек при повторном нажатии она воспроизводит все треки и при третьем нажатии она где под начинает воспроизведение треков в рандомном порядке сверху мы видим регуляторы громкости отдельно выбранных зон в этом усилители их три здесь мы видим селектор входящего сигнала это может быть аукс-1 аукс-2 либо fm-радио mp3 player выбираются они как мы уже поняли кнопкой mode здесь мы также видим три индикатора сигнал загорается в тот момент когда на каком-то из входов есть сигнал ходящий клип означает что есть перегрузка и нужно на каком-то из входов уменьшить громкость ну и прот это уже защита тогда лучше совсем все выключить и отрегулировать заново либо это может сигнализировать о том что забила система охлаждения и усилитель требует обслуживания также мы видим кнопки по входным каналам приоритет у нас имеет первый канал на который подключается микрофон с пейджингом также есть регулировка громкости на втором и третьем канале мастер громкость регулирует громкость на выбранном на селекторе входящем канале теперь давайте посмотрим на этот усилитель сзади сзади мы видим входящие канала aux 1 и aux 2 это линейные стереоканалы выполнены в двух вариантах подключения разъемы рца и евроблок балансный третий канал и второй канал предназначены как для подключения микрофонов и динамических и конденсаторных здесь мы видим фантомное напряжение 48 вольт это естественно для конденсаторных микрофонов для динамических мы видим положение миг кроме этого мы также можем сюда подключить какое-то линейное устройство подключение осуществляется формате евроблок первый канал является приоритетным здесь мы видим разъем комбинированный xlr джек 33 6 и 3 миллиметра на нем мы можем регулировать чувствительность и выставлять степень затухания всех остальных каналов при срабатывании приоритетного в приоритетном у нас канале с также есть вход для экстренных сообщений и есть возможность подключить внешнее устройство для включения выключение громкости на усилители усилитель также имеет регулировки низких и высоких частот имеет линейный выход формата рца к нему может быть подключена внешняя антенна для радио также может быть применена внешняя антенна для bluetooth но в конце мы видим выходные каналы левая часть это одна зонное подключение снизу мы видим что она может осуществляться как на 4 омах так и при 100 вольтовом подключении в линию справа мы видим многозонный вариант подключения динамиков колонок акустических систем есть подключение на все зоны и отдельно на первую вторую треть регуляторы громкости мы видели на лицовой панель для каждой из выбранных зон кроме того есть возможность выбора входящего напряжения либо 230 либо 110 вольт и разъем для подключения питания большой ассортимент продукции фонстар находится на складе дилер центр в москве обращайтесь в отдел продаж или на сайт о дилер центр дилер центр точка ру а на этом у меня пока все всем спасибо всем пока